Это вы нас записываете, а потом выбрасываете. А, это не прямая трансляция? Нет, прямая трансляция тоже. Я тоже так, прямая трансляция? Вот, веб-камера, это прямая трансляция. Это видео мы добрируем, в всякий случай. Ага. Все, мы в эфире. Доброе утро всем пользователям сайта «Комсомольская правда». Сегодня у нас в гостях знаменитая Трио «Максимум», их участники шоу «Экс Фактор». Ваш полет, насколько я знаю, там в интернете поднял большой шум. Вот, и сейчас читатели наши задавали вопросы, будете на них отвечать. Угу. Окей, первый вопрос от ИРМ. Бывало ли такое, что на шоу все, что не по сценарию? Срывался какой-то номер, что-то не получалось? Какие курьезы происходили с вами во время выступления и не только на шоу? Здравствуйте, доброе утро, ребят. Ну, насчет знаменитой, это, наверное, вы аванс нам хороший сделали с ребятами. Курьезы на шоу. Там, в принципе, ничего не было такого страшного. Но на самом деле все шло как-то, как работали, так и получалось. Очень большое количество времени и труда влаживали в каждый номер, поэтому ничего там не срывалось. Ну, просто единственное, может, проблемы какие-то были на сцене со звуком, иногда плохо на себя слышали. Ну, на выступлениях было, в принципе, все нормально. Ну, а на других выступлениях, не только в Х-факторе? А, вообще? Да, вообще, в принципе. Да, был у нас один курьез, мы выступали на День народжения, ну, на корпоративе, получается. В Х-факторе? Нет, в Х-факторе в машине разуме выступали. На корпоративе выступали, получается, и у нас было три микрофона, а из этих трех микрофонов, оказалось, робить только один. И мы поспевали потом в один микрофон, и этот микрофон перестав працювать. Працювать, и мы, получается, хлопами встали, заспевали акапельно. Ну, музыка играла, но мы без микрофона. И, на самом деле, людям все, как бы, больше сподобалось, они нас, как бы, воспринимали краще. Да, кстати, бывало такое, что, ну, там, это часто бывает, наверное, у всех, что не та фонограмма включается, то есть, минусовка. Один раз даже попробовали спеть под плюс. Ну, то есть, под фонограмму, как говорят. Ну, это было в связи с тем, что после вадика травмы, там, он не мог петь, поэтому решили как-то выходить из ситуации. Вот, и начала минусовка, ну, фонограмма начала прыгать, и нас жестко так спалили, что плюсовка, и мы потом резко, ну, сначала начали уже вживую петь. И после этого мы больше не практикуем. Да, и после этого, у меня голос появился, вот, один из пилотов. Речь-то не ситуация. Вообще, вы поете вживую, да? Конечно, да. Это у нас был первый раз, это такой момент, и после этого, кто нас видел, что мы так заспевали, все думают, что мы под плюс спевали. Мы только раз спевали, под плюс все. Еще одна интересная ситуация была. Тут оголошивают, в новоречную ночь, кажется, это были, оголошивают, типа, на сцене там, три о максимуме, встречайте. И мы выходим, и дуемся за левом, выходим, Вадима дыма. Я беру микрофон, два микрофона, выходим за левом, и начинаю спевать. Я обратаюсь назад, дивлюсь, Вадим бегает, и шукаю неверный микрофон, потом он уже потянулся после первого столбчика. Платик просто. Я по нужде ушел. Спасибо за вопрос. Далее вопрос задает Дина. Какие сложности возникали при подготовке номеров? Часто ли? Бывало, что все шло не... Так, опять, не по сценарию. Да, бывало. Да. Какие сложности, вот, на эсфактах, с такими сложностями по промежу? Ну, дальше сложности, дальше... Даже рано надо было вставать, а мы просто не привыкли, рано вставать, да. Ну, получается... Ну... Сколько рано? В 7, в 7.30. В 7 утра, да. Нет, все мы выезжали. Нет, все мы выезжали. Это когда последние дни, там, пятница, репетиции с четвертого. Мы просыпались в пол шестого, выезжали в 6.30, выезжали. Ну, и такое было, что и какая-то определенная изоляция от общества тоже давалась. Влияла плохо, потому что вроде все хорошо, а какие-то ситуации возникают, конфликты между нами, там было такое, что перед, прям, перед выходом у нас, ну, не ссорой даже, не какой-то спортом. Ну, это такое, это просто из-за того, что такая уже психология была ранимая в последние дни, уже очень так трудно было психологически. Ну, мы когда вспоминали, зачем мы приехали, сразу понимали, что не надо конфликтовать. Спор между нами? Между нами, да, между нами. А с другими участниками? Нет. Как-то все было корректно, тактично. Кожану свои задачи, и кожану решал свои задачи. Особо даже и времени не было, чтобы общаться или как-то... То есть все, как говорится, по нормам все учили все свое. Далее вопрос о Гойне. У вас шикарные голоса. Когда вы поете вместе, это невероятное звучание. Желаю вам удачи. Спасибо. Так, два вопроса. Критика какого члена жюри больше всего соответствовала вашему выступлению? И чьи комментарии вы больше всего ждали? А, ну, каждый... Вообще, с самого начала... Мы что-то боялись Кондратюка, наверное. Это самый первый кастинг был. Это еще не прямые эфиры были. Это в Одессе. Как-то мы так что-то переживали, что он нам... Не знаю. Может, из-за того, что много там смотрим, этот телевизор, как он ведет, мы у нас еще шансы, еще вот эти программы. Понимали, что он там такой авторитетный, но в этом плане, как член жюри. Ну, и как-то, не знаю. А он, получается, нам тогда больше всего сказал комплиментов, то есть, что ему понравились. Вообще-то... А в конце... А в конце больше всего сказал, что что-то не то было. Не, на самом деле, то критика каждого члена жюри нам была важна, и каждый просто профессионал своего дела. И тут... То есть, мы бы не... Ну... Мы не выбирали, так как нас иногда спрашивают, кого вы хотели, при этом, чтобы вам в жюри попался. Какую команду вы хотели? В самом начале мы хотели попасть до Кондратика. Мы думали, что он будет заниматься командами, но сталося так, что елка, и мы реально не расстроились, тоже были довольны. Просто так, ну... Не, мы рады были по каждому суду, потому что каждый судья, ну, если он есть судья на X-факторе, то есть, он с великой буквы, и он знает, что он хочет нам сказать, и ешу нам... Да, спочатку хоть и вы до Кондратика. Ну, а по большому счету, все равно работать-то... Работать-то не пришлось бы меньше у кого-то, были бы мы у Соседова, или у Сереги. У каждого надо работать, и самодача должна быть колоссальна. И в каждом есть, чтобы учиться. Вот и все. И елка, чему вы научились? Елка, очень позитивная человек, и она очень хорошо нас настраивала на концерты, нам понравился ее настро, ну, перед трудностями, получается, так. И она именно, как бы, научилась держать себя немного в руках, как-то переборивать свой страх. Ну, и, конечно, дуже багато цих зауважен потребных на... Ну, молодость мне тоже задавал. Это так... Она человек, как книга, как достичь какого-то определенного успеха в жизни, да, как она сама. Это все вот... Вот это явный пример, кто хочет научиться, надо брать пример съемки, как надо становиться звездой и артистом. Да. А в жизни она реально... И на сцене, и в жизни она просто, звичайная человек. И... Дуже хорошая человек. И нас також учила быть такими, какими мы ими есть, на самом деле. Она, кстати, нам помогла, очень на втором эфире она нам на А4 написала. Ну, после первого эфира мы были номинации, нам трошки было тяжко. И мы выходили, готовились до своего номера и она нам написала на сточку, что я их написал. Да. Она так, ну... показывает, так сидит и показывает. А мы такие, что? Побеждать, все понятно. И, кстати, самые удачные эфиры из всех трех. Мало было и писать, сейчас тишина, но... Да, да. Не, ну, что нам третьим тоже писало, но мы так, как далеко стояли, то уже не было видно. так, так, я еще один вопрос отбой. Ребята, вы знаете, что мы вас всех очень любим. Ну, как бы, даже не вопросов больше, пожеланий. спасибо. Спасибо. На самом деле... У вас очень большая группа в контакте. Вы растите за человеком. Да, ну что, спала с Аббасом. Не, ну, это такое, это я шуту. Честно говоря, как-то, ну, это непривычно очень, потому что у нас до X-Factor там мало кто знал. Мы, там, в Винниции, ну, там были определенные люди. И то это, наверное, больше старшие люди, потому что мы работали там на Днерождении, корпоративе, да. Такие узкие круги. Да, то есть те люди, которые слушали нас, они нас постоянно заказывали к себе. То есть, а именно молодежь у нас никогда там не была, и нас никто не знал. А сейчас как-то это очень непривычно, и это приятно, конечно, что людям нравится, что... А неприятно, что нету своих авторских песен, потому что не хочется радовать людей перепевками или какими-то каверами, да. Хочется что-то свое, чтобы они уже увидели истинное лицо, то, что, допустим, то, что мы можем. Ну, я думаю, что то, что, когда мы на «Эксфатере» были, то мы показали, в принципе, уже свое лицо, в каком направлении мы работаем и какой у нас уже стиль. То есть, это было, я думаю, видно. Мы вас очень любим, всем привет. Я вам писал там на стенках. Далее Даша задает вопрос. Вернемся к «Елке». Ребята, что вы можете сказать о «Елке»? Рады ли вы были, когда узнали, что именно такой тренер будет с вами работать? Так, ну, кому бы изначально хотели попасть? Как же это было? Это мы уже... Ну, «Елке»... Она просто, ну, как бы мы знаем, что она там... Она «КВН» когда-то играла тоже, мы знаем. И была когда-то команда «КВН», да? Да, была команда «КВН» палата номер 6, Віннице-Ужгорода. Сборная Віннице-Ужгорода. И «Елка» играла в этой команде. То есть с Вінницею, как бы, ее життя трошки было повязано. Да. И она приезжала в Віннице, и как бы... Ну, и нам приятно очень было, что это человек не отдаленный от нашего города. Ну, как-то думали, может, что-то да, и он спортит в Дашу. Следующий вопрос у нас у Сергея. Ваша кредра и ваша самая главная мечта? Ну, наши креды, как так там казалось. Не спускать колеса, да? Да, нет, ну, это уже оно появилось после того, как мы вылетели из Х-фактора. Не спускать колеса и работать дальше. Ну, вообще, да, да. Ну, такое, не знаю. Чем больше ты работаешь, тем больше ты добиваешься, да? Какая твоя сама... Зависит только от человека. То есть это только ты возьмешь себе мешок. Ну, тебе никто мешок не положит, да? Ты сам ее должен взять и нести, то есть... Ну, еще такая фраза. Чем больше ты маешь неудач, тем больше тебе будет успех. Ну, я так... Ну, да, да. Это... Не знаю, как кого, ну, там, вот этот Х-фактор, как мы там вылетели, как других участников. Нас, наоборот, это стимулирует на работу. Может, у других там как-то крылья опускаются, у нас это не основано. А может, из-за того, что мы спеты и сплоченный коллектив уже давно, мы там не приехали чисто на Х-фактор просто попеть, то есть... Ну, как-то так. Ваша мечта вашей группы, например, выпустить платиновый арбон. Вот фантазия на тему. Да нет. Ну, там, на одной сцене с каким-то известным... Да нет, что за раз заспевать, и все это... Самое главное, стати артистом с великой буквы. Как бы получите... Ну, не стати, а признание людей... Будьте завжди... Будьте народными. Да. Народными быть. Ну, как бы не звание получать народный артист какой-то. Вообще, да. А просто, чтобы любили люди тебя. Да, мы не пришли на Х-фактор просто там, засветить САО стали популярными, там люди узнают, и все, и потом забыли. Мы пришли, мы хотим быть завжди на грабанной хвиле. Завжди быть на высоком уровне, и завжди працювати для людей. Так. Ну, и, конечно, хотелось бы заниматься музыкой всю жизнь. Это самое главное, что объединяет нас, потому что ничем другим, хотя мы все с высшим образованием, некоторые даже с двумя. Вот. Ну, хочется заниматься музыкой, и вот это, наверное, самая большая мечта, чтобы никаких не было преград, чтобы этому ничего не мешало. Ну, Олег, ну, хорошая фраза говорит, вот 80% твоего життя займает работой, да? Хотелось бы, чтобы работа приносила тебе задовольня, а музыка нам приносит задовольня, мы бы хотели займаться на ней. Все життя. Так. Спасибо за вопрос. Так, тут еще один вопрос от Сереги. Ваше отношение к духовной музыке и современной православной песне? Хорошие отношения у нас. Не знаю. Ну, я как верующий человек, я думаю, ребята тоже верят в Бога, то мы к этому относимся, не знаю, в церковь мы слушаем это, то есть мы никогда это не пели и не пробовали. Мы увлекаемся такой особым музыкой. Магдан, за следующий вопрос, какой-то ваш активный поклонник, несколько вопросов. Как вы относитесь к тому, что у вас в ВКонтакте очень большая популярность, такая фан-группа ВКонтакте огромная? Ну, нам еще в Пуще, когда мы жили, там участники завидовали, у вас такая группа большая, спасибо вам, ребята, честно. Многие, даже Аркаша говорит, ничего себе, сколько у вас, 8 тысяч уже, говорит. Не, потому что у нас просто поначалу, мы приехали, и каждый тип, о, ну там, Касин телевизионный, о, у меня там 100 тысяч перегляд. Ой, я бы 50, это мало, да. А Аркадий, там в Аркадии чуть не самая больше, там, кинзова, да? Аркадий, ну там 100, но это не так, не много у вас, а потом, дивились, ничего себе, что у вас такая группа? Большая. Ничего себе! 8 тысяч, но сейчас уже, по-моему, там 23 или 24. Нет, тоже приемлемо, сейчас, ну, тоже не скудиво. Нет, да, очень классно в том плане, что просто мы так сидим, еще тогда в Nice Factory, и думаем, кто-то, ну, кто-то захотел это сделать, кто-то вот занимается этим, то есть это никого ты не просил, это просто люди безвозмездно это делают, просто в поддержку чужих людей, абсолютно незнакомых, это, ну, это очень, конечно, большое вам спасибо, и будет в Виннице концерт, приезжайте по-любому. Это только стимулирует на работу, и хочется с каждым разом удивлять, и вот мы сейчас працюем над авторским репертуаром, я думаю, десь незабаром скоро будут выходить по-трошки наши песни, да? Да, да, надо. И десь после Нового года в Виннице концерт захочем сделать тоже, так что мы працюем на месте, не стоим, так что думаю, будет все добре. Да, Богдан опять нам пишет, расскажите чуть-чуть о личной жизни. По очереди. Давай, Сережа. Давай, сразу стрелки. Сразу стрелки. Я не знаю, надо вам личной жизни, не надо. Ну, интересно, ребята. Интересно. А что ли вам поклонницей интересует? Ну, у каждого из нас есть половинка, которую мы любим, так можно сказать. То есть мы не холостяки, да. Ну, слава Богу, а то как-то по-другому про нас бы, наверное, и подумали. Да, не знаю, может, вы хотите, чтобы мы были холостяки, но вот так получается, что... Да, мы же обычные люди, как и все. То есть девушки, ваши поклонницы, вам, им остается только слушать вас. Ну, как-то... Рассчитывать ни на что больше. Почему это не рассчитывать? На все можно рассчитывать. А-а-а! Не, не надел, это, ну, просто вчера на стадион ходил на турник, поэтому не надел, чтобы не поцарапать его. И забыл все. А что, когда на сцену без кольца выходишь, вытарбываешь? Ну, ты указание. Ты указание. Вабае на микрофон мешал просто. Ну, просто багато уваги привертало, наверное, на то кольцо. Личная жизнь – это личная жизнь. Она такая же, как и у вас, я думаю, всех. Есть девушки и ребята. То есть ничего особенного нет. А-а-а, еще вопрос к Богдану. Расскажите, а кто-то платил деньги, чтобы попасть в это шоу? Да. Какой типа взят у кого-то за участие в сфактах? Да, Сережа, свиню Заризов привез сало, 30 килограмм. Кондратику лично дал, это я видел. Да, он сказал, добрый хлопцы, я вас не вижу. Да. Ну, шест сало, наверное, закончилось и тратил заферию. Я два ведра картошки домашние. Владимир, ты что, друг? А я рихий привез. Не, ну, если честно, я не знаю, кто там, но у нас грошей немало. Мы приехали, такие приехали. Не, честно говоря, мы туда приехали, мы ехали, когда на первый кастинг, то типа говорили, ну что там, хотя бы там два эфира, чтобы там промо-диски напечатать, чтобы заказов было больше. Ну, типа, мы вообще ни на что не рассчитывали, так. Можно я рассказал ситуацию? У меня, ну, я сам села, получается, и вот это попали на «Х-фактор». И в селе уже пошли такие чутки. Ага, Таня, то есть моя мама, поехала в Киев, заробила грошей, заплатила, и Вадим Татар уже застал. По телевизору пока. Показали, представляете, ну, и таке бывает. Да. Моя мама тоже такие версии сказала. Так мы, моим родителям тоже время, папе там где-то на рынке встречали. Ну, что, Пашковский? Мало дал, да. Да, Мало дал. Далее, Вова Казар. Что планируете делать в будущем? Будете искать продюсера или участвовать в различных шоу типа «Х-фактор»? Как насчет участия в подобных шоу? Ну, как-то, наверное, нет, скорее всего. Уже хватит. Не, не то, что оно... Просто шоу-шоу, но надо заниматься, как бы, музыкой, да? То есть, музыкант, надо заниматься музыкой, а не ходить по шоу там. Оно, конечно, большой плюс дает, но... Так можно и проверить. Да, да, это шоу, как бы, ну, не надо превращаться, наверное, в фабричных, ну, это ни к фабрике никакого отношения не имеет, просто в таких каких-то фабричных, да, артистов. То есть, хочется что-то делать свое, заниматься музыкой, да, именно музыкой. Писать песни, что-то делать, делать какие-то концерты, работать на шоу, это все, хватит шоу. Не, шоу великий плюс, то есть, как бы, засветится, вот, и великий старт дает на самом деле. А сейчас надо просто працевать. Просто у нас есть много знакомых музыкантов, которые работают, они там их не знают, никто. Но они очень большие профессионалы, и это... И таких музыкантов по Украине есть тысячи, которые работают в пабах, в ресторанах, и они профессионалы очень большие, которые... которых даже и шоу там не видало. То есть, просто они фанаты своего дела, они занимаются музыкой чисто, и кайфуют от этого, это самое главное, что... Да, благодаря X-Factor у нас побачила вся Украина, и мы будем далее працювати. Насчет продюсирования, поступали какие-то предложения? Ну, еще не поступало. Не поступало. Хотелось бы, чтобы поступало. Чего? Гриша за клуб. Так. Пока никаких не было. Нет, предложения. Ну, пока тишина. Мы будем надеяться, что перейдем через так много времени даже. Ну да. Уже после Нового Руку. Чтоб Новый Рейк с долгами не захожу. Хотя уже, наверное, не то время, наверное, сейчас уже этим не занимаются. Нет, ну все, мы занимаемся, мне кажется. Надо просто вернуть. Мы верны. Да. Так, еще вопрос. Это Юльича. Привет, ребята. Привет. Помимо того, что вы поете, выступаете, какая ваша профессия на самом деле? И намерены ли вы работать по профессии или все же в языках вышли? Я начну. Да, да. Давай, я закинчу. Я по специальности зоо-инженер. То есть я бы мог бы працювати на фейер. И там крутить области. Ну, бачите, я просто так склалася, что я начинал заниматься музыку, и моя профессия и я пошла на другий план. Но я думаю, ну надо еще какую-то профессию взять, а я закинчу еще другую вещь, что это менеджер. И еще получается, сейчас мои дипломчики стоят у меня в стеночке, вместе с работами, где я когда-то спевал. То есть на данный момент я не планую вообще працювати по своей специальности. Никто не знает, как жизнь складывается, но я бы хотел, чтобы я в этой профессии занимался. У меня просто был курьер, я когда писал диплом, где, ну, выпускник. Ты же говоришь про то, что у тебя на телефоне или что? Мне пришлось ночевать две ночи разом с беднячками. Мы на них проводили досліди, и я там ночевал. Я не буду говорить, что я делаю, потому что я с ними хорошо. Да, это личная жизнь. Да, мне там казалось, ну, лучше спевать, короче. Ну, лучше спевать. То есть так. Да. Алик? Я по профессии инженер-механик. Я недалеко от Вадима ушел. Моя работа заключается в том... Езжды ты на тракторе? Не, ну, инженер-механик, да. Это комбайны, плыги, культиваторы и все, и прочее. Такое, что связано... Ну, инженер-механик, АПК. Ну, скажи, это вообще права на тракториста. Я помню, ты, когда сдавал курс. Когда с Олежкой, ну, только мы начали спевать, Олежка был такой, ну, милированный, вкрашенный, короче. Кэ, пришли за мной, я буду на трактор и сдавать. Там надо было на тракторе проехать. Да, я просто скажу. Проехать между фишками вперед, потом переключиться на заднюю. Сигнал там два раза пипишет. Там никого, да. Потом задом проезжаешь, назад между фишками, и там надо еще в прицеп попасть, скрепление, там кто знает. Не, ну, смешно то было, что такие красные там... Да, да, да. Амелированный на то время, это было, 5 лет назад, не дуже хорошо до этого относилось. И тут все такие хлопцы в него такие здоровые, ну, такие нормальные. Механики настоящие. Механики, да. И тут Олежка, такий, вчера спевал там песни, и тут на трактор ездит. Ну, так смешно было, я не знаю. Я тут пип-пип-пу-ту-ту-ту-ту-ту. Да. Я закинчив. У меня специальный собственный аудит. И закинчиваем все аграрные университеты. Я таки працюю в аграрном университете на кафедрі альтернативных джерел энергии. Я фахівец на лабораторії зу-біогазу. Да. Сейчас я там працюю, но наибольшее это я люблю спевать. Я от этого получаю наибольшее сутоволение. И я хочу все життя спевать. Хочу, ну, спевать мне приносит. Ты говоришь, что ты сейчас в камеру говоришь, ну, не ректоре там, а в кафедре. Я хочу все життя спевать. Я людям говорю. Реально. Хочется. От этого я получаю больше задоволения, правда, чем от біогаза. То есть, рожена профессия нам очень нужна, бухгалтер, как бы, в коллективе нужна. Да. Марченко, один раз мы интервьюдували, бухгалтер, механик и технолог, каже, вам можно открывать свой бизнес? А, она тебе говорила, да, что у нее там ферма? Да, Марченко сказала, что, Оксана Марченко сказала, что у нас, я строю, якийсь курильник, и дуже подвигалась, думка, фахівця. Марченко строит колонку? Ну, может, не она, а за кюре. Да, я не знаю, ну, что-то такое говорило там колесо. Ну, а ты нашутила, может. Может, пошуткувала, да. Ну, надеемся, что после нового года будет тур, X-Factor, и вся 12-ка поедет по всей Украине. Мы так надеемся, что мы також будем в цей 12-ке, дай Бог, все будет хорошо. То есть, дальше поедем, и дальше. Вы нас будете бачить, и мы вас будем бачить, и будем спевать. Да. Відповідь на первое вопрос. Да, а второе вопрос? Чего у нас еще у нас X-Factor? А, что у нас еще у нас? Ну, мне кажется, что X-Factor у нас научил бороться со своим страхом и за минимальный, как правильно сказать, за короткий период часу мобилизоваться быстро. Даже когда ты, например, у нас была репетиция, мы выступили, получается, ну, как-то погано, и через 2 часа концерт, и мы вдруг потухли, думали, что же сделать, что поменять. И мы вышли с хлопцами на хостбор, как так называть, и мы поговорили друг с другом, и на концерт это как раз был второй эфир, и как раз он получился успешным. То есть за короткий период мы научились мобилизоваться. И еще нам X-Factor, что дав. Вас дав X-Factor. И дав понять, что для максимальной работы потребна изоляция. То есть, если мы хотим, чтобы была продуктивная работа, нам надо здесь выезжать, получается, трое. Чтобы чтобы ничего не отвлекало, да, и заниматься. А когда ты дома, там, тебя то, что отвлекает, то, то, и чуть-чуть, ну, не так. Мне казалось, что не можно так много писаний там вивчити, что писать за 2, за 3 дня, чи за день. А отказаться это можно. Мы их щелкали дуже быстро. Когда же, да, прижимает, то все так. Ну, и, конечно, великий опыт. Опыт великих сценах. У меня на таких сценах никогда не выступало. Это еще и прямые эфиры. Дуже великий опыт. Так ни в одни музыкальные школы не учат, ни в одном университете, ни в одних консерваториях. Великая сцена – это колоссальный опыт. Да, и работа прямого эфира, телевизионные съемки опыт был. Это не просто там концерт. Ты понимаешь, что это снимается, причем в прямом эфире. Это серьезно. Великий плюс X-Factor. Дуже дякую ему великим. Так жалко, что в тело США побуду чуть-чуть там. Мы на третьем эфире только начали кайфовать все, потому что те эфиры немного боялись там вандраж. Я на первый эфир. На втором мы начали. На первом эфире, я помню, я с ногами ничего не мог сделать. Вадик на песню за жизнь, когда мы вылетали последний эфир. Мы стоим за экраном. Вот, кстати, это тоже про курьезы. Стоим за экраном, и Вадик говорит, у меня нет микрофона, у меня нет микрофона. Серега уже туда где-то побежал. И уже экран открывается. Куда назад, все же, выходи, короче. И Вадик говорит, да, пуф, пошли. Выходят. Я без нейросси. И он такой, что-то такое, надо показывать, капец. Первый прямой эфир, там ноги трусились, а когда попала в номинацию, что-то, не знаю, как-то мне перестроился, я забыл, что эта сцена велика. Я просто понял, что надо доказывать, что мы должны еще тут трошки побудем. Ну, как это так? Это уже так, и виходится же ситуация, что мы на третьем эфире велик. Я так не думаю. Да. То есть так. Вопрос от Гарри. Хочу сказать вам спасибо за то, что вы есть. Радуете нас своими голосами. Смотрели ли вы первый сезон «Экс-фактор»? Если да, то кто больше всего запомнился, какая песня, постановка? Первый сезон. Сначала я вообще не смотрел. Но вообще, я знаю, как и по парням, мы все говорим, общаемся, мы пришли на «Экс-фактор», и мы реально даже не знали, какие правила, какой тур за туром. Мы просто так хотели смотреться, спостерегать, хотели участвовать. Мы первый сезон не пришли. Первый сезон. Я? Чекай, секундочку. А, да. Вибачу. Ну так, милком, бувало, включав телевизор, там, дивился пару конкурсантов. Мне самым больше сподобався от «Кривошапка». Не знаю, от я дивился. Він самого першого дня помнил. Я, Вадим, еще наш друг Паша. Мы сидели в одном пивбаре, сидели, я так, хоп, подавился, что якийсь отборочный турб, я «Кривошапка» побачил. То есть вы там пивбар сидели, не футбол смотреть, а «Экс-фартер»? Тоді, да, ну просто включили, включили «Экс-фартер». Мы сидели, ну, віддыхаем, я тут дивился «Кривошапка» вийшов, вмочив, я так что-то подумал. Сразу тоді хлопцям казалось, мне кажется, что он выиграет. Да, он вмочил, а я вмочил бокал 3. Ну, что ты думаешь? Я, если честно, первый сезон, принципиально не хотел смотреться, потому что мне было очень больно. Мы на первый эфир на телевизионный кастинг прийшли. Ну, в первом эфире мали. В первом сезону, да? Да, мы пройшли, да. Да, пройшли, но за неделю до этого я взломал шею, и из-за этого хлопцы не поехали, ну, без меня. И мне как-то так стало обидно, и это цикасивно, ну, я долго не мог бы смотреться, я там, может, где-то в конце, там, финал, там, что-то смотреться, но, как бы с ним не было тяжко. Вот так. Али, ты смотрел? Любився ли? Я? Пытаюсь, да. Не, я тоже не смотрел. Ну, смотрел, по-моему, по-моему, вот эти, когда предкастинги, вот эти города были, когда города, а уже когда прямые эфиры, то я там, я смотрел же потом в интернете, где-то там, а по телевизору не смотрел. А не смотрели еще, потому что работали вечером, у нас какие-то там концерты были, а оно как раз, по-моему, в субботу, да, тоже? А у нас в субботу, в основном, всегда работа была вечером, поэтому мы поздно приходили домой и смотрели, честно говоря. А мы никогда вот шоу никакие не смотрели. Не, смотрели «Новый волну», это я прочно знаю. И шоу, думаю, у нас. И в рабочем еще там появился пару раз. А еще вопрос. Какую песню каждый из вас может слушать несколько раз? Каждый раз по-новому открывать ее. Любимая композиция? Любимая? Ну, их просто столько. Их огромное количество. Да, немало. Ты скажи сейчас, а ты самый больше слушаешь песен. Сейчас? Ну, сейчас, в данный момент. Сейчас, на данный момент, у меня песня, это написал мой друг, если знаете, певец такой был, он есть до сих пор, Ларри Вин, он из Винницы, а это его сын, Артем Дятлов. Это он написал песню «Время, вода» называется. Вот я... Это не пиар-песня, это я говорю правду. Да, и она у меня на телефоне ее слушает. Ну, и мы уже на данный тоже слушаем. Олег, с вами у меня получается. Хорошая песня, кстати. Какая постановка песня, которую вы исполняли на шоу «Х-фактор»? Вам понравилось больше всего? Постановка. Постановка или сама песня? Постановка и песня. То есть, песни с прямых эфиров. То есть, за життя цены считаются. Не, ну, можно и за життя. Почему не? Такой, каждый из нас скажет свой импульс. Я знаю. Ну, именно с прямых эфиров самым больше сподобалось «Хабді Безголов». Именно нам. Безгласно. Да. А из всех писаний по настроению, по энергетике это последняя песня «За життя» Бонни Тайвер, «Торно Раму». Ну, и так по отзывам в интернету из всех писаний, которые мы спрятали, наибольший сподобалось «Торно Раму». Да. Каждый раз где-то в гости зайду и, ну, включаю, дивлюсь, продивлюсь наши там записи, спілкуюсь с людьми. И они включают каждый раз эту последнюю останнюю письню «За життя». И спочатку мы заспевали, да, такие ощущения, классно заспевали. Потом раз подавился в интернеті, да, молодцы, нормально. А потом люди вот включают и слухаю, и вот реально каждый раз чем больше они включают, тем больше оно мне сейчас нравится, как мы ее заспевали. Вот реально мороз начинает и все. По шкуре. Как я себя люблю. Да нет, не то, что вот реально, то, что есть, то есть. Как спевали последний раз? Не сравнивали Легов за группой «Дети капитана Грана»? Сравнивали. Нет, потому что количественно, наверное, потому что нас да, было. Еще в Одессе, когда мы проходили предкассивание, то мы так ходили троем, мы были в одинаковых сумах, и там ты скажешь, «О, трои дети капитана Грана». Мы просто ни на чем не играем, мы разные. Ну, я не знаю, мне кажется, мы совсем не схожи. Ну, что, один гример так сказал, что чем-то похожий, мы так, как люди, мы похожи, что-то. Когда они с нами спелкуются, они что-то вспоминают «Дитей капитана Грана». А я бил бы кофе в одиночку, да? Вечеринка, я не знаю, мы очень много разом, я не знаю, конечно, есть там, ну, там, кто-то лидер, кто-то не лидер, там, все-все, ну, просто мы до этого нормально все ставимся, и, я не знаю, мы уже 6 лет разом, и много между нас было курьезов, и сварок, и там чуть не расходились, но мы разом, и, я не знаю, что это. Нет, захочешь после «Эксфанта» сольно заниматься? Нет, ну, как каждый из нас, мы сами там дома сольно поем в комнате какие-то песни, которые нам нравятся, да? Но я знаю, что, ну, просто, я себя не позиционировал никогда как солист, тем более на «Эксфакторе» вообще. Я знал, что втроем я от этого удовольствия получаю от того, как звучит коллектив наш, и что он, я знаю, что он звучит качественно, и что музыканты это оценили, наверное, которые слушали и смотрели этот проект. Поэтому я более, наверное, командный игрок, чем сам. Если бы, может, я начал развиваться как солист где-то раньше давно, то, может быть, что-то было и бы по-другому, а сейчас ничего уже не меняется, я не хочу, то есть, пока не хочу другой жизни. В одиночку трудно. вопрос. Уважаемые солисты приема «Максимума», ваше выступление на кастинге «Шоу Х-фактор» поразило всех и произвело впечатление чуть ли не финальной песни, достойной двухмиллионовый ривен, главным феста шоу. Рассчитывали ли вы на восхождение к самой вершине олимпы, где ваша планка была скромнее, и вообще, амбициозные вы или самокритичны? Что перевешивает ваше настояние самих себя? На победу рассчитывали? Или, как говорили, нам бы два эфира не было. Это мы как бы с початка-то выиграли. Ну, постоянно растет. Растет, да, мы души к телу. Выиграли, я не знаю, но в суперфинал попасть на души к телу. Я хочу в четверку, чтобы мы попали, а в тройку, я не знаю. Реально не знаю, что там финал. Ну, мы вот так взялись, но казалось, что есть шансы. Просто я не знаю, чему так сталося. И так сталося, и гадалось. Да. Мы рассчитывали по максимуму. Ну, да, ну как-то, как певцы, допустим, мы там просто думали, что должны где-то, может, в середину, по-любому, где-то должны попасть. там видно, но я не знаю, почему так оценили до сих пор, я не понимаю, что не так было. Вроде не было каких-то ошибок там кардинальных, ничего. Да и то, что там, может, не зацепили душой, потом как-то не отдались, как говорили, тоже я сомневаюсь. Постоянно отдавался. Ну, такое это. СМСки, наверное, все, и решили СМСки. Свобода интересуется, какого общения Сергей Сосинова, как он вообще человек, как личность? Супер. Мне тут дуже нравилась его открытика, его нравилась. Навіть мама каже, он такой интересный, ну, мне так нравится, ну, так его сейчас полюбила. Да. И он завжди, он своим девчаткам допомагал всегда, он так был с ними, и так мы до него подходили тоже, как до критика, музыкальный критик все-таки, да, подходили, пытались, скажите, пожалуйста, что нам сделать, чтобы было еще лучше, и так далее. Ну, он завжди нам допомагал. Очень нравится его объективность, он очень объективный, очень, он всегда говорил все в точку, он, когда за кулисами к нам подходил, он постоянно нам объяснял, что-то не так, где-то за шкал какой-то там. И дуже приятно то, что он каждому участнику допомогал, не так, что там мои девчата, я вот столько своим девчатам доработил зауважение, он каждого бачил, он каждому делал зауважение и собирался всем допомогти. Вот было видно, что это все было не наиграно, искренне. Так, Черный Ангел. Ребята, как вы относитесь к креативу и эпатажу на сцене? Смогли бы вы выступить в таком образе эпатажного, необычного. Дислов мне кажется, первое это было эпатаж. Там один эпатаж был, там не было ничего. Первый костюмчик, очень хорошая песня, разукрашивали в татуировках у меня на голове, нормально. до сих пор ты смыл или это настоящее? Я считаю, это было эпатажно. Это нам нравились тоже какие-то перемены, почему и нет. Много, да. Костюмы, там какие-то. У нас же нет костюмов, у нас там есть один костюм, пошили, там заработали на Новый год денег, пошили и в этом костюме мы от нами выступаем, а костюма у нас нет, а тут каждый эфир новый костюм, то ты что, это такой как-то участие в этом проекте, просто супер. Готовы были к перевоплощению в этой вещи? Конечно. А если бы сказали выкину сцену в одних трусах, вышли бы? Ну вот так надо, ребята. Ну пляж, если номер такой, что пляж, море, лето. Что такого, да? Ну да, сейчас это же, мы же не живем в 58-м году, что-то сразу. За стрим, я бы что-то задумывался. Смон стрим. Не, стрим я, ну, не, не, мне кажется, никто бы... Мы же не стримтизеры, мы певцы и музыкальные. Никто бы не выпустили, конечно. Хорошо, следующий вопрос от Ангелины. Задам вам нескромный вопрос. Не соблазняли вас такие откровенные наряды Оксаны Марченко? Конечно, как всех нормальных пацанов соблазняли. Да. Всегда хотелось подводиться. Красота, надо только что на нее смотреть. Мне всегда было погано, верно, я был сзади, так что... Ну, я был сам чудовищ. Ой. Все, хватит? Так, так, так. Сейчас. Михаил, прийдите, хлопцы, а как вы познайомы с Джумбули пультю Максов? Ну, это старовинная история. Мы все поступили разом в Вильнюсский национальный аграрный университет, и там був факультет культуры художная самодояльность довольно на высоком уровне. И мы ходили, как это, гуртки, сказать, правильно, или как. Да, да. Народный ансамбль Вишня. Да, сначала спевали в народном ансамбле, там было очень много людей. Потом нас... Всем привет, Вишня, привет, супер-роки были. Там же на этом факультете была выкладка по вокалу, это Ирина Воєнна, яка побачила в нас перспективу, потому что мы тогда не так особо умели спевать, как сейчас. Не говорилось, что мы там особо, чтобы не хвалить, но тогда у нас были голоса, а профессионализма никакого не было. И она побачила у нас потенциал, и она решила сделать из нас трио. Трио раньше называлось «Каштановый дочь». За годы мы поспевали, с ней позаймалися, но потом пришел час, что мы закончили университет, и мы как бы пошли на свои хлеба, как так говорят. В ресторан? Да. Но «Каштановый дождьом» не называлось дальше, потому что «Ирина Сергеевна, пришли новые ученики, и в этот коллектив пришли новые три хлопца, а нам пришлось изменить назву, мы сначала поменяли назву на «Санстрит», потому что мы жили в одному гуртожнику, даже на одному блоке, а гуртожник находился на улице Сонячня, по-английски «Санстрит» это улица Сонячня, но и вся названа не устроила, потому что мы куда не ездили, ни на каких корпоратив постоянно называли то «Санстрит», то «Санскрит», ну «Санстрит» как будто никто английский мог. Самое прикольное было, в афишах висело «Санстрит», «Солнечный стриптиз», и приходят три пацана и все «Угу», и сейчас они уже в таком заведении празднуем 8 березня, там стрептизерша, как там Айша, и тріо «Санстрит», то есть топимешь мы так сухого, боже, люди пришли, думали, что они будут там не хотели разочаровывать людей. Ну, решилось, мне просто надо попроще название придумать, как будто так. И Олегу стукнула идея назваться «Максимум». А че «Максимум»? Бо максимум экклузивного вокала, «Максимум». Да нет, там вообще такая ситуация была, это никто не думал об этом, почему «Максимум». Просто мы стояли и нам нужно было сделать там визитки обычные возле фирмы одной там. Мы стоим на первом этаже, а надо подниматься сейчас визитки делать. И мы говорим «Давайте по меня им назвать». «Давай». «На какой?» «Ну, давай» нам начали придумать. Ну, там «Импульс» даже был. «Импульс». «Маяк», «Сарнаир», «Солок». «Анавр». 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 Такое, там, куча всего. Вот. Ну, вот. «Импульс». «Давай максимум». «Максимум»? Потому что там, потому что не минимум. «Максимум» эксклюзивного вокала, типа там, такого понаписывали. Вот. «Импульс» «Ну, с хлопцем ми вже більше шести років, сім, да? З першого курса ми пішли, оце, начали співати, і ще така була, ну, «некурйоз», як це правильно звати, ну, ми всі жили на одному, блосик, виходяється. Я з Сережкою вообще в комнаті жив, а Олешка через сянку. І так ми, ну, весь час проводили разом, і надалі. На пиво ходили разом. День народження. І у кожного. Так, серіал колись празднує День народження, то він вже на квартирі ходить. Да. Рік у Пальфирі жовто. Хай лунають тости, тости. Так, ну, время подходит к концу, давайте вот последний вопрос от Михаила. Ребята, когда вы стояли в номінації Жені Таракович, какие у вас были ощущения? Пойдете дальше, страшно для голован. Вот Женя, когда у нас была на онлайне, сказала, ну, я стояла с Максом, ну, я поняла, что я вылетаю. Сцена я осталась? Мы когда... Это до того, до того, как мы спели или уже после того, как спели? Печать. А до після? Також і до, і після. Да, ну, когда до... В принципе, ну, мы... На самом деле, мы не знали, потому что песню, которую мы пели за жизнь, мы ее ни разу не пели вообще никогда в концертах. Никогда. Мы ее сделали на X-факторе, и мы не знали, как она прозвучит, боялись что-то... Поэтому не... Такое. Все зависело от того, как мы споем. И от фарта. Услышим ли мы там фонограмму, и будем ли попадать в ноты, это все от этого много чего зависело. Вот. И когда... Когда мы уже спели песню, мы как-то были уверены, что мы пройдем, потому что, ну, мы понимали, что мы спели ее хорошо, никто ничего не сбился, никто не нафальшивил, ничего. отдались там на 100%, на 150% даже. Вот. Ну, было ощущение, что мы пройдем на самом деле. Когда после рекламы мы выходили уже на оголошение результатов, мне как-то такая чувка ударила, я не знаю, так смотрелся на судей, смотрелся на Оксану Марченко, и я видел, в улице шоу. Что, наверное, лоб с ним. Все. Ваша песня спета, пацаны. Я так побачил, Серега сказал, что максимум заспевал сильнейший, но тронуло меня больше Тариковича. Да. И я даже знал, что конвертий уже, наверное, не будет, думаю, в конкурте тоже. Ну, я как-то чувствовал так, я не знаю. Хотя, когда заспевал, сказалось, что все доброе, а когда вышло, вот какая-то такая атмосфера, я просто почувствовал настроение судей, я не знаю, я знал, что нам скажут. Да, на оголошение там 50 на 50, думаю, что вроде заспевали сильно, мощно, но, так, что ты думаешь, зараз может быть, что хочешь. Ну, а в день перед были там, были какие-то ощущения, возможно, какие-то признаменования, вещи из СО, что-то вылетает. Ничего не предвещало? Нет. Было только то, что когда мы отпели в прямом эфире песню Майкла Джексона, мы как-то удовольствие не получили. Первый раз. Да. Мы сошли со сцены, уже вышли за кулисы, и как-то что-то не то было. И мы такие, выходом все кажут, хорошо, хвалят, и вроде бы все зарубило лучше, чем на репетиции. А я, кажется, хлопцы пришли, которые на раму репетировали. Все это далеко, с вами это чувство, я не знаю, в вами какие-то вещи, вещи, даже костюмы свои взял, в каких-то, да. Вещи, так мало будет, может быть, мы в других вещах велетели. мы на небе не взялись так, как прямо, что-то не знаю. Мне не было, только мы вышли, красиво мы вышли, с проекта. Мы так считаем, достойно. выехали. Журналисты, там, працовники СТБ, сначала они сначала не сказали, там, за кого они, как они там болевают, а это мы не пришли, и при подходе камера, журналистка с микрофоном, так, стоит, берет, ну, как оно там, и стоит, и плачет, плачет, и все. Жаль, что вылетели. Время наше подошло к концу, давайте, завершающее слово для наших зрителей, ваших поклонников. Это Вадик, я вам уже показываю. Нет, на самом деле, спасибо, ребята, что вы есть у нас, что вы интересуетесь нами, что вы задаете нам вопросы. Нам раньше никто никаких вопросов не задавал, и мы не знали, для чего мы работаем, никакого признания от людей у нас не было. Самое главное, это то, что вы есть у нас, и вы наш толчок, и самый главный наш стимул. Мы постараемся вас не разочаровать дальше, в проекты больше не пойдем, чтобы вы не нервничали, и мы тоже. Мы просто будем работать над музыкой и над творчеством, которое будет посвящаться вам, конечно. Спочатку, как мы в номинацию пошли в одну, другую, мы спочатку думали, что, мабуть, мы людям не подобаемся, но после того, как мы вылетели, видно по группе, что реально группа у нас велика в контакте, видно, что вы хотите нас повернуть. Великое вам спасибо, великое спасибо. Я думаю, мы еще реально встретимся на концертах и так далее. А я просто скажу. Спасибо. Спасибо.